Здравствуйте! Любить своего ребенка, казалось бы, что может быть естественнее, но оказывается, мы не всегда умеем правильно любить своих детей. Как этому научиться? Сегодня мы учимся этому вместе с психологом Надеждой Владимировной Косинчук. Надежда Владимировна, здравствуйте! Очень рада вас снова видеть в нашей студии. Итак, мы продолжаем тему о духовном развитии детей. И сегодня мы будем говорить о том, как же любить их правильно. И сразу возникает вопрос, я думаю, у многих родителей, неужели я неправильно люблю своего ребенка? Да, естественно, каждый родитель мечтает о том, чтобы их дети были счастливыми. И, конечно же, он любит своих детей. Но, по крайней мере, учится любить. Научиться любить сегодня можно, прочитав книги об этом. Сегодня можно найти множество советов о том, как любить и воспитывать своего ребенка. Но, к сожалению, много в мире написано книг. Но о том, как воспитывать моего ребенка, не написано ни одной книги. И нам, родителям, приходится писать эту книгу воспитания своего ребенка самим. И вот каким будет почерк этой книги, зависит от того, насколько мы умеем любить наших детей. Сегодня мы будем говорить об одном универсальном принципе, который мы можем использовать в воспитании наших детей. Это принцип безусловной любви. Что значит безусловная любовь? Чем она отличается от какой-то другой любви? Ну, раз есть такое понятие безусловное, значит, есть, наверное, условная, да? Безусловная любовь или безусловное принятие. Это любовь, которая не имеет условий, препятствий для того, чтобы любить ребенка. То есть мы не устанавливаем границы, связанные с ограничением любви. Мы любим ребенка просто за то, что он есть. А вот скажите, как это на практике проявляется? Ну, если у любого человека, у которого есть дети, спросить, ты любишь своего ребенка за то, что он есть, за то, что он просто есть? Наверняка человек скажет, да, я люблю его за то, что он просто есть. Но вот когда дело доходит до практики, оказывается, что мы более доброжелательны с послушным ребенком, да? Это уже получается условная любовь. Мы готовы откликнуться на просьбы ребенка и все для него сделать, когда он хорошо учит уроки, когда он убирает за собой игрушки. А вот если он не слушается, часто люди, ну, бывает, что родители говорят, я тебя не буду любить, ты плохой мальчик, ты плохая девочка. Прообразом безусловной любви является божественная любовь. В Евангелии от Иоанна мы читаем «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И когда Иисус Христос жил на нашей земле, Он рассказал замечательную притчу, притчу о блудном сыне. Я думаю, что многие наши телезрители знают эту притчу. Но я кратко напомню, когда сын потребовал от отца отдать ему часть принадлежащего ему имения, а затем пошел в страну дальнюю, растратил это все и опять вернулся в свой дом. И потом мы видим, как отец принял своего сына. Он принял его безусловно, несмотря на то, что фактически сын своим вот таким самоволием нанес большой удар отцу. Отец, сказано, выбежал навстречу, снял с себя свои дорогие одежды, одел на сына, прикрыв его вот эти лохмотья, одел перстень, устроил пир и так далее. Другим примером безусловной любви является материнская любовь. Рожденный младенец – это маленький жизненный комочек. Фактически, ребенок еще ничего не сделал хорошего, чтобы можно было заслужить родительскую любовь, в частности, материнскую любовь. Но мать любит своего младенца, любит нежно, любит самозабвенно. Да, проще любить младенца, сложнее любить подросшего ребенка, когда он начинает, как блудный сын, восставать против родителей и, как вы сказали, проявлять неповиновение. И вот тогда безусловная любовь действительно проходит серьезные испытания. Но в этих ситуациях, когда мы испытываем гнев, раздражительность, злобу, нужно помнить, что наше негативное отношение может быть высказано к поступку ребенка, но не к самому ребенку. Мы продолжаем его любить и принимать безусловно, но порицание высказываем относительно его поступка. Как это? Это большая разница. Ну, например, часто мы говорим, какой ты плохой мальчик. Этим самым мы наносим серьезную травму души ребенка. И фраза «мне очень не нравится твой поступок». «Мне не нравится, например, Петенька, как сегодня ты разговаривал с бабушкой». Вот в чем заключается проявление безусловной любви. То есть нужно непременно отделять поступок, поведение ребенка от самого ребенка. Мне вспоминается еще один пример. Только что появились компьютеры, и люди стали приобретать их для домашнего пользования. И вот ко мне однажды на консультацию пришел папа. Его сын мальчику учился где-то в четвертом классе. У него был друг, и эта семья купила компьютер. Ему тоже очень хотелось компьютер. И однажды друг пригласил его в гости, и он увидел, что лежат ключи запасные. Он улечил момент, взял эти ключи, и потом открыл квартиру, когда друг ушел, и вынес. Но он не мог вынести компьютер. Первые компьютеры были очень большие, громоздкие. Он взял мышку, взял клавиатуру. Естественно, когда родители вернулись домой, они заметили пропажу, и тут же быстро вычислили, кто мог напроказничать. И вот этот папа, семья была очень благополучная. Это был первый случай проявления вот такого поступка со стороны сына. Папа был просто в шоке. Я помню, он зашел, он был просто никакой. И первое, что он выразил, я готов убить своего ребенка. Я не могу понять, как мой сын мог поступить так. Я не могу сейчас идти и вообще общаться со своим сыном. Конечно, я понимала, что я должна сделать все со своей стороны, чтобы папа ушел и продолжал любить своего ребенка так, как он любил его до этого. И я помню, три часа мы работали над тем, чтобы произошла замена этого отношения, этих чувств. И основой этого разговора стала как раз вот эта позиция. Вы можете и должны продолжать любить своего ребенка, как самого дорогого. Но ваше отношение к его поступку может быть самым категоричным, самым строгим, самым взыскательным. Ну, то есть, например, значит, в таком случае нельзя говорить, ты вор, ты бессовестный. Но можно сказать, что то, что ты сделал, меня очень расстроило, например. Я в шоке. Ну, как бы так можно выразить. Потому что на самом деле это серьезный поступок, в общем-то, воровство, проникновение в чужое жилище. Вот. И я думаю, что отец испытал еще огромный стыд за своего ребенка. Да, ситуация была, конечно, очень неприятная. Но благо, что эти семьи дружили между собой, они поняли ребенка. Вот. Они снизошли, и это был очень такой урок для всех. Вот. Как же все-таки себя вести, если ребенок совершает что-то очень непорядочное или плохое, или просто не слушает нас? Вы говорите, да, нужно быть строгим, категоричным, да. Нужно ли как-то разрывать отношения на какое-то время? Допустим, лишать ребенка своего общения в воспитательных целях. Допустим, вот пока ты не осознаешь свой проступок, или пока ты не извинишься, я не буду с тобой разговаривать. Нормально ли это? Или нельзя это делать? Вообще, наказание лишением общения, общение – это очень строгое наказание. То есть фактически мы отвергаем своего ребенка, мы устанавливаем предел доступа нашего ребенка к нашему сердцу, к нашей душе. Вот в связи с этим мне очень нравится произведение Германа Гесса «Душа ребенка». Когда я прочитала это произведение, в общем-то, оно перевернуло буквально все мое сознание, мою душу. И там автор показывает, вот то, как мы, родители, очень порой строго, вот так взыскательно, требовательно относимся к проступкам детей. А ведь когда ребенок совершил какой-то проступок, это в первую очередь должно быть для нас сигналом в том, что именно в этот момент ребенок в нас нуждается больше всего. Поэтому наказывать ребенка тем, что мы отвергаем его и не хотим общаться – это неправильный подход к воспитанию. А как же тогда общаться? Вот он плохое совершил. Мы же не можем с ним вот уси-пуси, как раньше. Ах ты, какой хороший мальчик, да я тебя поцелую. Так мы не можем, наверное, так нельзя, потому что он тогда подумает, что все в порядке, на меня никто не злится, так же любят, целуют, обнимают, там конфетки дают. Когда вот что-то нам подсказывает внутри, что надо строго ей быть, ограничить, сказать, не подходить ко мне. Вы говорите, надо продолжать общаться. Как? О чем говорить? Самым серьезным, скажем так, взысканием в ситуации какого-то проступка ребенка будет являться наше отношение к поступку ребенка. Ну, например, мы говорим, сын, ты очень глубоко ранил мое сердце своим поступком. Я очень огорчена, мне стыдно, мне сегодня было больно от того, что... И вот мы говорили с вами уже о развитии эмпатии у наших детей, да? И вот таким подходом мы как бы обращаем внимание ребенка на свои чувства, на свои переживания. И, конечно же, если у ребенка развито вот это чувство эмпатии, если воспитание, скажем, до проступка ребенка сопровождалось хорошими отношениями, то есть вполне благополучная семья, то это очень глубоко затронет душу ребенка. И буквально через некоторое время он обязательно придет к вам с повинной и скажет, мама, извини, что я тебя сегодня огорчил. Я понимаю, что мой проступок вот такой, такой, такой. Конечно же, нет идеальных детей, и мы должны оставлять право за детьми ошибаться. И, конечно же, распинать детей, взыскивать с них и распинать их за какой-то вот проступок, это не педагогично. То есть рядом быть с детьми в ситуации, когда совершено какое-то вот, может быть, даже правонарушение или просто шалость какая-то. То есть нужно дать понять ребенку о своем отношении, да? Может быть, как-то наказать его, да? Да, конечно, наказать. Если дашь чего-то лишить его, да, там, не пойдешь туда, не будешь смотреть мультфильмы или что-то еще. Но потом это должно закончиться. То есть мы не можем постоянно, постоянно ему это напоминать, пока он там весь в слезах к нам не придет. Вот, например, я думаю о своем ребенке. Он не любит извиняться, хотя, в общем-то, он достаточно послушный ребенок, и ничего такого сверхъестественно плохого он никогда не совершал. Но когда вот, например, он что-то там все-таки там не доделал, вот он не извинится никогда. Я никогда от него практически не слышала такого слова. Вот, и что мне делать? Мне делать из себя жертву, и как я расстроена, вот лишь бы прозвучало это слово «извини» или просто вот все... Это у вас хорошие горизонты для дальнейшего развития эмоциональной чувствительности. Фактически в жизни нам очень часто приходится совершать ошибки и уметь извиняться, может быть, даже любить, приносить извинения. Это важно. Какие еще вот примеры безусловной любви вы можете привести? Ну, я хотела бы еще остановиться на самом таком начальном этапе развития детско-родительских отношений. Даже возьмем вот такой период, как младенчество. Простая ситуация. Ребенок не хочет есть, но вы пытаетесь накормить его, потому что пришло время, потому что вы это должны сделать, да, и вы начинаете за маму, за папу и так далее. И вот фактически здесь мы уже вторгаемся вот в это личное пространство ребенка и определяем вот эти условия свои. Ты должен быть все равно накормлен. Дайте возможность ребенку проголодаться. И затем он просто сам захочет или попросит у вас есть, да. Таким образом мы формируем у ребенка личную ответственность за удовлетворение своих естественных потребностей. Или часто дети и практически все дети мечтают о том, чтобы засыпать в объятиях мамы. Но при нашей занятости часто мы говорим, сын, ты сегодня будешь засыпать сам. Таким образом мы лишаем ребенка, да, обеспечить его чувством безопасности. В этом естественная потребность ребенка, да. Поэтому надо уметь слушать, уметь чувствовать вот эти состояния ребенка и, естественно, отвечать на них принятием, безусловным принятием. Хорошо, Надежда Владимировна, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие. Всего доброго. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин